Иди ко мне, иди сюда. Привет всем! Вы на канале Вэллари Лайф. Я уже давно не делала видео о собаках, и сегодня у меня идеальная причина и идеальный повод для этого видео – это беременность моей собаки. Я хочу сделать видео в стиле «Дневник беременности моей собаки». В этом видео я вам расскажу, с какими сложностями сталкивается заводчик, ну и как вообще протекает наша беременность. Мы ждем щенков с дня на день, поэтому сегодняшнее видео о беременности и о сложностях, с которыми сталкивается заводчик в Канаде. Так что всем, кому интересно, оставайтесь смотреть. В этом видео я вам не буду рассказывать, в какие сроки сводить собаку, как узнать, когда собака готова к случке. Об этом огромное количество видео. Я начну с самого начала. Я начну с того, что если вы решили стать заводчиком, то при этом у вас всего лишь одна собака, а не как здесь принято собака-самец и собака-самка живут в одной семье. Так вот, если у вас всего лишь одна собака, то первая сложность – это найти ей партнера. В чем же сложность? Сложность заключается в том, что фактически 90% собак в Канаде стерилизованы. Стерилизуются как самки, так и самцы. Поэтому найти самца, как вы понимаете, не так уж и просто. В чем плюс от стерилизации? Плюс стерилизации заключается в том, что, во-первых, собака не агрессивная, потому что ее стерилизуют в возрасте, если я не ошибаюсь, до восьми месяцев. И вы обязаны стерилизовать свою собаку согласно контракту при покупке щенка. И второй плюс стерилизации в том, что нет хаотичного размножения собак, а, соответственно, нет бездомных собак. Так что, как я уже сказала, 90% собак в Канаде стерилизуют стерилизованы. Вторая сложность в поиске самца – это то, что не каждый сайт размещает подобные объявления. И, если я не ошибаюсь, по итогу я нашла всего лишь один сайт, который разместил мое объявление. Все объявления платные, при этом несколько сайтов сняло деньги с моей карты, но объявление так и не разместило. Так что две сложности – это стерилизация в нашем случае и отсутствие сайтов, которые размещают подобные объявления. Когда вы нашли партнера для своей собаки, вы можете столкнуться с другой сложностью. Первая проблема – это, конечно, логично, что услуги партнера платные. Цены всевозможные – от 400 долларов до 2000. Все зависит от того, какого уровня самец. Самец может находиться в 200 километрах от вашего дома, как случилось в нашей ситуации. То есть мы к нашему самцу ехали примерно два с половиной часа, и ферма, на которой живет эта собака, находится в такой глуши, что там даже не ловит мобильный телефон. Еще одна проблема, не проблема, но тут уже как договоришься. Вы платите всего лишь за одну случку. А, как известно всем собачникам, в идеале продублировать этот процесс, чтобы быть наверняка уверенным, что у вас будут щенки. Не у вас, а у вашей собаки будут щенки. И сами понимаете, когда это первый раз и всего лишь одна случка, то вероятность о том, что у вас будут щенки, щенки, ну такая, она не слабая, но и не очень стопроцентная. Нам повезло, потому что мы договорились о том, чтобы собака осталась несколько дней на этой ферме. и Жасмин была четыре дня на ферме. Я безумно переживала, что собака будет очень скучать, что она затоскует и у нее ничего не получится, но когда я приехала, я конечно за эти четыре дня извела себя, но когда я приехала, я увидела свою радостную собаку, сразу поняла, что ей было очень даже не скучно, но она была такая грязнючая. Но, судя по всему и судя по нашему животу, у нас все получилось. Также есть еще одна сложность. Самцы все находятся далеко. Очень редко можно найти самца по соседству, хотя нам очень не повезло, потому что в доме напротив живет нестерилизованный самец, правда, пудель. И когда я соседке сказала, что мы не собираемся стерилизовать нашу собаку, у нее сразу возникла идея фикс свести наших собак. А о том, что эта собака пудель, ну пусть это будут уже наши проблемы. Так что, сами понимаете, что день Х может наступить в любой день, то есть он может наступить в будний день, как в нашем случае. Очень мала вероятность того, что день Х наступит на выходные дни. И поэтому вы должны, если вы работаете, договориться на работе о том, что у вас не будет целый день, потому что дорога туда два с половиной часа и назад два с половиной часа, это уже большая часть рабочего дня, как в нашем случае. Вот. Но, когда уже все случилось, вы ждете подтверждения тому, что ваша собака беременная. Беременная. Вы знаете, в данном случае это не первая собачья беременность в моей жизни, но первая беременность нашей Жасмин. Так вот, в данном случае о том, что она беременная, мы узнали чуть ли не на следующую неделю. Я уже точно не помню, но мы узнали или на следующей неделе, или через полторы недели, как же это проявилось. Ее начало тошнить. То есть, ее беременность проявляется точно так же, как обычная женская человеческая беременность. Ее начало тошнить, и она сразу отказалась от еды. Да и вообще, в процессе всей беременности, Жасмин очень плохо питается, очень плохо, она отказывается от еды, и я уже сломала себе голову, чем же ее кормить. То у нее был период, она ела только одну курицу, и отказывалась от любого другого чистого мяса, я уже не говорю о кашках, овощах и так далее. Что позволяет ей не умереть с голоду? Это то, что, конечно, периодически она перекусывает всевозможными вкусностями. То печенька ее дети накормят, то, может быть, творожок она скушает, и то под настроение, то йогурт, то какая-нибудь кашка. Вот так и держимся. Следующая проблема, с которой мы столкнулись во время нашей беременности – это аллергия. Аллергия, и, честно говоря, я до сих пор не знаю на что. Наш любимый рис, который мы ели до беременности, нам уже не нравится, поэтому рис собака не ест, и поить таблетками против аллергии я тоже ее не могу, она беременная. Поэтому мы лимитировали по максимуму все возможные раздражители. И сейчас, вот, честно говоря, скорее всего, это нехватка витаминов, потому что она же ест более-менее однообразную пищу. Она начала очень сильно линять. Это не может быть сезонная линька, потому что на дворе на минуточку почти что середина июля. А к тому моменту, как я выпущу это видео, возможно, уже, конечно, родятся щенки, будет середина июля. Так вот, сезонной линькой, линькой это назвать нельзя. Видно, это или нехватка кальция, или очередная аллергия, потому что у голденов аллергия проявляется в двух случаях. Это болезни ушей, то есть рамки в ушах, и это тоже у нас есть с одним ухом, мы его лечим, но с переменным успехом. Иногда ухо выздоравливает, а потом через какое-то время оно опять заболевает. Поэтому мы очень внимательно следим за ушами. И второе – это линька. То есть, когда собака начинает терять шерсть вне сезон, это говорит о том, что у нее аллергия. И так как наша беременность уже подходит к концу, конечно, Жасмин себя ведет как истинная беременная женщина. Большую часть дня она спит. Она спит где-то в прохладных местах, потому что ей уже очень жарко. Она спит таким образом, чтобы не давить на живот. Ну, одним словом, женщина. Неделю назад у нас были тренировочные схватки. Я была уже фактически уверена, что Жасмин рожает, потому что по срокам примерно это уже могли быть роды. Как же они проявлялись? Ну, так как и стандартные схватки. У нее были легкие кровенистые светло-розовые выделения, но немного. И видно, очень сильно болел живот, потому что она плакала всю ночь. Я полночи с ней просидела. И потом, когда уже у нее где-то к часам 4 все успокоилось, мы с ней так и уснули на диване. Услуги ветеринаров в Канаде довольно-таки развитые. Для того, чтобы убедиться, что ваша собака беременна и что у нее хорошо проходит беременность, вы можете сделать УЗИ. Но весь вопрос в цене. УЗИ стоит от 100 долларов и выше. Все зависит от клиники, от того, где находится эта клиника и так далее. А второе – это роды. Роды могут проходить как в домашних условиях, то есть натуральным образом собака рожает сама, хозяин просто помогает и присутствует при родах, чтобы все прошло нормально, чтобы не было осложнений, чтобы собака, а так как она не опытная, не придушила щенка и так далее. Или роды могут проходить в клинике, в ветеринарной клинике. Цена родов варьирует от 1000 или 1500 долларов. То есть, хозяин уже на свое усмотрение принимает решение, где его собака рожает. Мне сложно сказать, где мы будем рожать. Наверное, роды начнем дома. Где они закончатся, я вам расскажу в следующем видео. Во время беременности Жасмин стала более агрессивная. Ну, насколько это возможно для Голденов, потому что у Голденов агрессия вообще отсутствует. Это, наверное, одна из самых добрых собак, которые могут быть. Она начала охранять свою территорию. И она, как бы, начала себя более агрессивно вести с собаками на собачьей площадке. Ну, вот и все, мои дорогие. Жасмин уже устала и уже пытается от меня убежать куда-нибудь в тенек, ей жарко. Поэтому я буду с вами прощаться. Большое вам спасибо за просмотры. И напишите в комментариях или поставьте лайки. Нравится вам или не нравится подобное видео. Потому что следующее видео я хочу снять о том, как прошли наши роды, сколько же щенков у нас получится, как себя чувствует мама и ее детеныши. Ну, вот и все. Если вам понравилось, то ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. А я с вами прощаюсь, потому что мне уже очень сложно удержать свою собаку. Она уходит и прячется в какие-то самые влажные, мокрые, грязные места для того, чтобы ей было не так жарко. Поэтому я ее отпускаю. Пусть она уходит домой. А с вами прощаюсь еще раз. Пока! Пока! Пока!